Приветствую гостей и подписчиков канала. После небольшого перерыва вызванного отборочными матчами чемпионата мира по футболу возобновляется английская премьер-лига. Сегодня пройдут 7 матчей 8 тура. Две встречи состоятся в воскресенье. И еще одна в понедельник. Начнем с сегодняшних 7 матчей. Именно сегодня сыграют практически все лидеры английской премьер-лиги. В 14.30 Уотфорд примет Ливерпуль. Подопечные Юргена Клопа после 7 туров после ряда неудач конкурентов остаются единственной командой английской премьер-лиги, которая не имеет поражений в чемпионате. Ливерпуль идет на втором месте и отстает от лидера Челси на 1 очко. В активе команды лучшее нападение в премьер-лиге. Уотфорд пока только 15-й в их активе 7 очков. 5 встреч будут сыграны в 17.00 по Москве. Манчестер Сити дома сыграет с Бернли. Подопечные Хосе Пагвардиолы пока третьи. Они отстают от Ливерпуля на 1 очко и на 2 от Челси. Последние три тура для Манчестер Сити были не столь удачными и им удалось положить в копилку только 3 очка. Думается, особых проблем подопечные Хосе Пагвардиолы не испытают и у Бернли скорее всего так и останется гордый ноль в графе победы. Бернли пока только 18-й, у них в активе 3 ничи и соответственно 3 очка. Астон Вилла сыграет дома с Волверхэмптоном. Оба клуба расположились в середине турнирной таблицы на 10-м и 12-м местах соответственно. Поэтому это прежде всего игра за 6 очков. Гости на небольшом подъеме, у Волков в двух последних матчах 2 победы. Лестер Сити сыграет дома с Манчестер Юнайтед. Блестящий старт монкунянцев немного притормозился, в последних двух матчах у них только 1 очко. Клуб Криштиану Роналду набрал 14 очков, так же как еще 3 клуба и пока идет четвертым. Лестер набрав в первых трех играх первенство 6 очков, затем заметно сдал и в последних 4 матчах у них всего 2 завоеванных очка. Тому результат всего 13-е место в турнирной таблице. Ждем обилие голов в матче. Саутгемптон дома сыграет с Лидсом. Оба клуба находятся в подвалах турнирной таблицы. Лидс с шестью очками занимает 16-е место, Саутгемптон, не испытавший пока радости победы, расположился за Лидсом, имея в активе 4 очка. Победа клубам нужна как воздух. Ждем результативную борьбу в матче. Аутсайдер лиги клуб Норвич дома сыграет с Брайтоном. У хозяев бедственное положение в премьер-лиге. Ничья в последнем туре и первое завоеванное очко в английском первенстве вот и все, чем может похвалиться Норвич. А вот Брайтон на подъеме, у него 14 очков и шестое место в премьер-лиге. Если бы не две последние ничьи с Арсеналом и Кристал Пелос Брайтон мог бы возглавить чемпионат Англии по футболу. Клуб недостаточно много забивает, в семи турах забито всего 8 мячей. Один матч состоится сегодня в 19.30. Брэндфорд дома примет лидера английского первенства клуб Челси. Подопечные Томаса Тухеля по забитым голам идут на втором месте, а вот по разнице забитых и пропущенных мячей они лидеры премьер-лиги. Она составляет у них цифру 12. Брэндфорд также неплохо начал сезон набрав в семи матчах 12 очков и проиграв всего один раз. Завтра в 16.00 Эвертон примет Вестхэм. Хозяева идут в чемпионате пятыми и отстают от Челси всего на два очка. Вестхэм расположился в середине турнирной таблицы, у него в активе 11 очков. По забитым мячам клуб входит в первую тройку команд английского первенства. Во втором завтрашнем матче Нью-Касл примет Тоттенхэм. Нью-Касл пока предпоследний не одержал ни одной победы. Команда пропустила больше всего мячей 16. Тоттенхэм идет на восьмом месте, имея в активе 12 очков. Клуб очень мало забивает, в семи матчах забито всего шесть голов. Ну и в понедельник заключительный матч тура, в котором в 22.00 по Москве Арсенал дома примет Кристал Пелос. Подопечные Микеле Артеты идут на одиннадцатом месте с десятью очками, а вот пять забитых мячей это предпоследний результат в премьер-лиге. Поэтому понятно, что Арсенал должен показать яркий и атакующий футбол. Кристал Пелос имеет одну победу в семи матчах и идет на четырнадцатом месте с семью очками. Вот такой нас ожидает восьмой тур в английской премьер-лиге. На этом с вами прощаюсь, с уважением Ренат.